Газификация и водоснабжение – самые актуальные проблемы в сельской местности Хабаровского края. В половине населенных пунктов региона необходимо строить либо ремонтировать водопровод. А газ есть только в четверти сел. Перспективы развития сельских территорий обсудили сегодня в правительстве края. На совещании шла речь о том, как получить и эффективно использовать федеральные деньги. С подробностями София Коренева. За последние два года, благодаря программам газификации, голубое топливо стало доступным в пяти селах Хабаровского района. Но этого мало. Генеральный план газификации региона предполагает подключение еще более 200 населенных пунктов края. У нас в этом году заложено 108 миллионов на газификацию. Это все равно, что ничего. Это маленькие-маленькие копейки. Это самый главный вопрос, из-за чего идет сложная газификация. Получить финансирование из федерального бюджета можно по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Газификация – одно из ее направлений. Среди других, к примеру, улучшение жилищных условий жителей сел. За последние пять лет выплаты получили 140 семей. Также это строительство дорог, обустройство площадок, достроительство жилья. Мы сейчас работаем над тем, чтобы была комплексная застройка сел в каждом районе. Не в одном районе Хабаровского края, как Хабаровский район, село Мичуринское мы сейчас отрабатываем, а в каждом районе. Тем не менее, газифицировать регион в полной мере программа пока не помогает. В восьми населенных пунктах уже готова проектно-сметная документация. Но крайне смог выделить деньги на суфинансирование проекта. То же самое и с водоснабжением. Ремонт или строительство водопроводов требуется в половине сел региона. В министерстве ЖКХ говорят, в федеральном Минсельхозе им дали информацию о том, что не все населенные пункты подходят под требования программы. Нужны инвестиционные проекты на территории. Средства вы можете получить для как раз подведения инфраструктуры к этим проектам. Вот как-то нас так ограничили. Не то, что мы можем население обеспечить. Отвечает за программу развития сел в краевом правительстве Министерства сельского хозяйства. Но для ее эффективной работы требуется подключение профильных министерств. Транспорта, строительства ЖКХ. В Хабаровском крае, в сельской местности, 421 населенный пункт. Там проживает более 230 тысяч человек.